Здравствуйте! Можно ли быть одиноким и счастливым? Или обязательно для счастья необходимо куча народу вокруг? Кто такие интроверты? Счастливы ли они или нет? Ведь каждый интроверт даст свое определение. А существует множество экстравертов, которым просто необходимо побыть в тишине для того, чтобы насладиться, для того, чтобы в это время быть счастливым? Так может ли одиночество быть счастьем? Или это неправильно? Это канал Аппаратная психотерапия Аудиокатарсис и я ее автор и ведущий Родион Кузнецов. На этом канале вы узнаете об основных секретах, основных принципах работы нервной системы. Так можно ли быть одиноким и счастливым одновременно? Для этого сначала давайте поймем, а что такое счастье? Счастье это что-то вне нас? Что-то привходящее, привносящее в нашу жизнь, в нашу нервную систему? Или это мы сами? Это наше состояние? Или мы можем быть счастливы независимо от окружающего мира? Дело в том, что наша нервная система работает на электричестве. По нервным волокнам протекает только электрический ток, больше ничего. И от того, сколько тока протекает, так мы себя и чувствуем. Если тока много, мы энергичны, мы радостны, мы счастливы. Если тока мало, мы находимся в глубочайшей депрессии, мы не можем двигаться, мы не можем думать. Так как это определяется? Для этого и существуют эмоции. Эмоции это индикатор количества электрического тока, поступающего в наш мозг. Больше никаких функций эмоции не несут. Они показывают, насколько мы счастливы, насколько много тока в организм поступает, сколько организм может сделать. И все. Это, как я уже сказал, основная и единственная функция эмоций. И все, что вы можете прочитать в книжках об эмоциях, это только потому, что нет понимания, а что это такое? Так же, как если археологи нашли какой-то артефакт и не понимают, а куда его пристроить, они сразу, это религиозный культ, это предмет для религии. А может быть, это просто статуэтка стояла на камине доисторического человека, возле костра. Может? Может. Но мы не понимаем, с какой целью, с какой практической целью. То же самое и эмоции. Пока мы не понимаем, мы начинаем приписывать им какие-то божественные функции. Эмоции – это то, что делает нас человеком. Нет. Эмоции – это индикатор количества тока, поступающего в наш мозг. И все. Давайте не будем их обожествлять. Так вот, счастье наступает, когда тока поступает много. Ведь счастье для каждого разное. Мало того, что разное по причине. Для кого-то счастье в деньгах, для кого-то в любви, для кого-то в карьере. У кого-то счастье именно в одиночестве. Но и счастье по силе. Если вы были в состоянии глубочайшей депрессии, то немного увеличивающееся количество тока, поступающего в мозг, делает вас уже счастливее. А если же вы и так были счастливы, то вам для подъема выше нужно совсем другое. И вы будете сейчас чувствовать иначе. Для того, чтобы эти рефлексы сработали, необходимы триггеры. Вот теперь мы подошли к тому, что люди называют причинами счастья. Это не причины. Это триггеры, пусковые механизмы наших рефлексов. И те люди, у которых одиночество является пусковым механизмом опыта, знаний, от этого рефлекса, который несет в себе счастье, по которому проходит огромное количество электрической энергии, для тех людей одиночество действительно может быть счастьем. Для остальных таковым не является. А как быть тем людям, которым постоянно хочется быть в обществе, но периодически необходимо уединяться? Тут маленько иначе. Дело в том, что когда они находятся в обществе, они счастливы, но там присутствует ложка дегтя, которая делает их усталыми. Там существуют такие триггеры, которые дают им болезнь, которые дают им дискомфорт. И чтобы убежать от этого дискомфорта, они ныряют в одиночество. Как только состояние их устаканилось, успокоилось, все, одиночество перестает быть им необходимым. То есть одиночество в данном случае было не счастье, а просто временем, необходимым для того, чтобы убрать дискомфорт предыдущей. Так теперь вы сами можете ответить, является ли одиночество счастьем именно для вас? Как это сделать? Да очень просто. Сядьте и представьте. Я хочу быть в одиночестве постоянно. И теперь подумайте, а сделает ли это вас счастливым сейчас? А через год? А через десять? Если да, то действительно для вас одиночество является счастьем. И вам нужно делать, строить свою жизнь, свою карьеру именно с этим посылом. Что вам необходимо быть одному. Это делает вас счастливым. Если вы же на этот вопрос, вы отвечаете, не знаю или нет, не надо. Для чего я это рассказываю? Да потому что сам просто по себе вопрос, а является ли одиночество счастьем, оно, он бессмыслен. Абсолютно. Имеет смысл только ответ. А что делать, чтобы быть счастливым? А если ваша работа такова, что вам приходится быть одному. Но вы испытываете при этом дискомфорт. Как из этой ситуации выйти? Если вы будете использовать мотивации, аффирмации, психологические практики, это все прекрасно, это все работает, но на очень короткое время. Потому что, когда вы используете все эти методики, вы переключаете свой опыт, свои знания на новый рефлекторный комплекс. В котором, да, вам хорошо, но как только заканчивается действие вот этого стимулятора, вы опять вернетесь на свое. И все, и опять, опять вам плохо. А как избежать этого? Как сделать так, чтобы быть счастливым навсегда? Я предлагаю вам попробовать метод аппаратной психотерапии. Именно попробовать. В течение пяти дней вам дается бесплатный курс. За это время вы поймете, помогает вам, не помогает. Хотите вы так делать, не хотите. Мало того, вы не сможете приобрести платный тариф до тех пор, пока вы не пройдете вот этот бесплатный курс. А как проводится аппаратная психотерапия? Да элементарно. Мы делаем то, что любим больше всего на свете. Жаловаться на свою жизнь. Рассказывать о своих проблемах. Ведь заметьте, как только вы начинаете рассказывать о своих проблемах, о неприятностях, ваше настроение портится. Так вот именно с этим портится и работает аппаратная психотерапия. Вы начинаете говорить о том, что вам не нравится, но что бы вам хотелось изменить. Например, я работаю один в комнате. Я работаю там на удаленке. И если вам это не приносит удовольствие сейчас, то вы испытаете дискомфорт физически и душевный. Ваше настроение ухудшится. После этого вы просто надеваете наушники. Наушники приобретаете, какие вам захочется. Единственное требование, они должны быть закрытыми, и диаметр динамика должен быть не менее 40 мм. Больше можно, меньше нельзя. Иначе просто теряется звук, и вы не получите необходимого эффекта. Где можно пройти курс аппаратной психотерапии, вы найдете в ссылках в описании. Вы просто рассказываете о своих проблемах и слушаете итогу денег, который раздается в наушниках. Все. Уже к концу первого сеанса большинство из вас заметит, что тот дискомфорт от этих фраз, от этого нытья, жалоб, он стал меньше. У единиц, конечно, но у большинства через несколько сеансов произойдет то, что вы рассказываете о том, что вам не нравится, а вам безразлично. С точки зрения классической психотерапии вы победили одиночество. Аппаратная психотерапия способна дать вам намного больше. Продолжайте. Задача аппаратной психотерапии не вывести вас на счастье, не убрать у вас депрессию или что-то еще. Нет. Аппаратная психотерапия аудиокатерства создавалась для нормализации, восстановления нормальной проводимости нервных путей. Все. Это значит, что когда вы слышите это гудение, убирается излишнее сопротивление электрическим сигналам, проходящим по нервным волокнам. И уже через несколько сеансов вы заметите, что вы произносите эту фразу, а теперь она вызывает у вас улыбку. Еще проведя несколько сеансов, вы заметите, что теперь, еще проведя несколько сеансов, вы заметите состояние, которое я называю инсайтом. Ваше настроение мгновенно улучшится в течение нескольких секунд. Это значит, что по данному рефлекторному комплексу идет максимально возможное количество электроэнергии. Все. Теперь каждый раз, когда вы будете произнести эту фразу, вы будете счастливы, ваше настроение будет превосходным. Проводите сеансы аппаратной психотерапии. Изменяйте свою жизнь так, как хочется вам, чтобы быть счастливым, уверенным в себе человеком, спокойным в любой ситуации, чтобы эти ситуации не вызывали у вас беспокойства, паники, какого-либо дискомфорта. Подписывайтесь на канал. Узнавайте, как вы можете изменить свою жизнь и как аппаратная психотерапия вам в этом сможет помочь. Будьте здоровы, будьте счастливы и если хотите, будьте счастливы в одиночестве.